В городском округе Люберцы прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Ветераны, волонтеры, представители общественных организаций и трудовых коллективов высадили во дворах и скверов саженцы деревьев и кустальников. Одной из точек проведения акции стал Центральный парк культуры и отдыха. Мои коллеги наблюдали за происходящим. Три, два, один, путь! Десятая юбилейная акция «Лес Победы» стартовала под всплеск главного фонтана округа. В Люберцах запустили все декоративные водные сооружения. Весенний-летний сезон официально объявлен открытым. Для нас это ознаменует новый сезон работы наших парков, которых у нас достаточно много и которые открываются у нас постоянно. Но главным событием этого дня стала высадка молодых саженцев. Каждое дерево символизирует память о людях, подаривших мирное небо. Важно помнить своих предков и что они сделали для нашей страны. Они пожертвовали очень много своей жизнью, чтобы мы жили сейчас в такое мирное время. Для меня большая честь участвовать в этой акции. Мы сажаем дерево для того, чтобы вспоминать наших прадедушек, прабабушек. В каждой семье есть история и люди, которые участвовали в Великой Отечественной. И для каждого это особый день. Для меня тоже. Патриотической акции присоединился ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года Иван Пшеничкин. Лес Победы, фронтовик сажает каждый год. Дерево сажать. Это мы жизнь продолжаем. Для нашего будущего. Это моя победа. Это победа наша. Поэтому я пожелаю вам всем, молодому поколению, не ощущать того, что мы ощутили в свое время. Нина Григоренко сажает дерево в составе общественной организации «Дети войны память». И с нетерпением ждет самого главного для нее праздника – Дня Победы. Это такой самый лучший праздник в году. Мы его так чтим, мы всегда его упоминаем. Это ж наши деды воевали, погибли. Это самый дорогой и лучший праздник. Несмотря на то, что во многих странах сейчас даже вспомнить своих отцов и дедов – уже подвиг. В России состоится акция «Бессмертный полк». Ей тоже, как и Лесу Победы, в этом году исполняется 10 лет. После двух лет ковидных ограничений 9 мая плечом к плечу пройдут те, кто победил в Великой Отечественной. И те, кто их помнит, те, кто гордится.